Друзья, всем привет! С вами Сноваис. Добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств. И герой сегодняшней распаковки это телефон от компании TCL, TCL 20 SE. Данный телефон выступает у нас в среднем сегменте от 10 до 15 тысяч рублей. Телефон среднебюджетный, как уже сказал, базируется на 460 Snapdragon, который в принципе является довольно неплохим процессором для подобных недорогих устройств. Ну а тем из вас, кто спросит, что же это за ноунейм такой ваша TCL? Я скажу так. Вообще компания TCL является одним из лидеров по производству жидкокристаллических панелей и цветных телевизоров и выпускает технику с 81 года. Более того, с 2004 года TCL является обладателем брендов Alcatel и Thomson и выпускает технику под этими брендами у себя на заводах. Ну я думаю, что многие из вас знают телефончики Alcatel, которые были популярны в свое время еще в кнопочном формате, когда это была чисто французской компанией. Но, как уже сказал, с 2004 года она принадлежит группе компаний TCL и на российском рынке Alcatel были представлены в бюджетных сегментах. А теперь TCL решила самостоятельно выйти на российский рынок и будет представлять всю линейку своих смартфонов от самых бюджетных до самых дорогих. И в самое ближайшее время всю эту линейку от самых дешевых до самых дорогих телефончиков я покажу вам и мы сделаем обзоры на все эти телефоны. Ну а сегодня TCL 20 SE средний бюджетник. Ну а прежде чем мы начнем нашу распаковку, хотелось бы сказать большое спасибо интернет-магазину Player.ru за предоставление этого смартфона на обзор. Ведь именно в интернет-магазине Player.ru вы можете купить по самым низким ценам как смартфоны, так планшеты, ноутбуки, компьютеры, а также бытовую технику от разных производителей. Вот и героя нашего обзора вы можете купить пройдя по ссылочке в описании. Ну а мы начинаем нашу распаковку. TCL 20 SE. Новинка на российском рынке и вообще бренд TCL можно сказать начинает свое шествие и выводит на наш рынок практически всю линейку от самых бюджетных до дорогих смартфончиков. Этот телефон у нас играет в среднем бюджете до 15 тысяч рублей и по техническим характеристикам он как раз таки укладывается скажем так в этот бюджет. Snapdragon здесь 460. Абсолютно стандартная комплектация 464. Опять же стандартный 5000 мА нас ожидают. Ну и Android 10 здесь уже под капотом, что неплохо. Ну и что радует огромнейший дисплей 6,8 дюйма. Правда, правда к сожалению всего лишь HD плюс разрешение. Будем вскрывать коробочку и извлекать этот смартфон. Пока отложим его в сторону. Давайте посмотрим на комплектацию. Здесь мы видим пленка. В отличие от многих других производителей, здесь пленка у нас не наклеена на экране, а предполагается, что мы будем наклеивать ее сами. Также снизу ванночка в виде чехла, в которой лежит у нас инструкция. Ну и кабель Type-C здесь также присутствует. Ну и зарядное устройство. Такой довольно скромный небольшой кубик. Всего лишь 2 А. То есть быстрой зарядки здесь у нас нет. И аккумулятор 5000 мА будет заряжаться довольно-таки долго. Здесь у нас присутствует также скрепка. Мы ее сразу извлечем. Она нам сейчас понадобится. Ну и собственно говоря, больше здесь ничего интересного нет. Откладываем в сторону и достаем смартфон. Вот такой вот большущий смартфонище. 6,8 дюйма. На самом деле очень и очень здоровое устройство. Давайте сразу отклеим пленку с экрана. На экране здесь, естественно, пленка не наклеена. Предполагается, что мы должны наклеить ее сами. Ну и с тыльной стороны сейчас вот эту наклеечку мы тоже отклеим. Вот таким вот образом. Стеклянная здесь тыльная сторона. Ну я не знаю, стекло это или нет. По ощущениям, ну реально ощущается как стекло. Либо же это так называемый гластик. Когда во многих телефончиках сейчас используется некий полимер. Такой вот типа оргстекло. И тот же Samsung называет подобные полимеры гластик. То есть похожее на стекло пластик. Вполне возможно, что именно такой вариант здесь. Но смотрится на самом деле неплохо. А кантовка здесь, естественно, пластиковая. Здесь вопросов нету. Она и выглядит довольно недорого. Но тыльная сторона действительно неплоха. Хотя вот этот глянец, естественно, будет замызгиваться очень быстро. Огромнейший экран. Действительно прям, ну, неимоверных размеров. 6,8 дюйма. Ну и сам телефончик не маленький. 206 грамм он весит. По толщине он 9 миллиметров. И довольно высокий. 172 миллиметра в высоту. В общем, устройство довольно серьезное. По камерам. Квад-камера здесь у нас представлена. 16,5,2 и 2. 16-мегапиксельная основная. Широкоугольник на 5. Ну и два модуля бесполезных. Макро и портретник по 2 мегапикселя. Ну и фронталочка на 8 в виде капельки. В общем, ну вот таким вот образом. На тыльной стороне также сканер отпечатка пальцев. В общем, признак того, что сама по себе модель хоть и новая, но, скажем так, с немножко устаревшим дизайном. С правой стороны кнопка включения и клавиши регулировки громкости. Ну а слева у нас кнопка вызова Google Ассистента и сим-лоточек, который мы сразу же, естественно, открываем. И здесь, к сожалению, комбинированный лоток. Придется выбирать либо две симки, либо симка и SD-шка. Сверху мы видим 3,5 миллиметра под наушники. Микрофон шумоподавления. Ну а снизу тут сразу два отверстия. Хотя сомневаюсь, что здесь стереозвук. Скорее всего, моно, тайп-си. Ну и две решетки. Скорее всего, под одной из решеток динамика, а под другой микрофон. Ну что ж, будем включать телефончик, производить первые настройки. И я вернусь к вам. TCL 20 SE. Средний бюджетник от компании, которая не очень-то хорошо известна на российском рынке. Но теперь бренд, я так подозреваю, что будет довольно активно продвигаться. И мы увидим все модельки от самых дешевых до самых дорогих. Настроил сканер отпечатка пальцев, который, надо сказать, что работает довольно неплохо. По крайней мере, определяет палец он каждый раз. Единственное, не могу сказать, что он очень шустрый. По крайней мере, до сканеров тех же Realme или Oppo ему, конечно, далеко. Но, по крайней мере, по четкости работы здесь вопросов нет. Экран действительно огромный, 6,8 дюйма. И по яркости здесь запас очень большой. На максимальной яркости дома действительно прямо выжигает глаза. Вполне себе комфортный режим. Это где-то 50-60%. Но это и хорошо. Значит, на улице в яркий солнечный день вы без проблем увидите все то, что происходит на экране. Неприятным моментом являются, конечно же, здоровые рамки. Но, опять-таки, от телефона относительно бюджетного, в пределах 15 тысяч, ожидать чего-то иного было бы немножко странно. Конечно, здоровая борода, да и сверху тоже рамка. Ну, немножко смотрится а-ля Павата, но приходится с этим мириться. Несмотря на то, что экран HD плюс разрешение, 6,8 дюйма, я не могу сказать, что прям-таки пикселизация бросается в глаза. Понятное дело, что хотелось бы здесь видеть Full HD. Но нормальный экран, здесь ничего такого плохого сказать не могу. По оболочке. Здесь у нас оболочка от TCL. Она где-то немножко по пунктам меню похожа на стандартный голый Android. Но по каким-то моментам она более, скажем так, навороченная. Скорее всего, здесь есть кастомизация более серьезная. Но будем смотреть. Ну и здесь можно посмотреть кратко информацию. Android здесь у нас A11 на борту. Это очень хорошо. Ну и экран здесь у нас HD плюс. 4 гига 64. Емкость 5000 мА. Да и все камеры здесь у нас перечислены. Snapdragon 460. И здесь у нас в качестве пламенного мотора. Что в принципе, в принципе, неплохо. В разделе экран можно включить авторегулировку яркости и темное оформление. Здесь тоже не совсем черная тема. Как я, допустим, привык в тех же Realme Leop. Она скорее как в голом Android, такая вот темно-темно-серая. Но кому-то такой вариант тоже нравится. Есть ночной режим, когда на экране мы получаем, скажем так, такое более желтоватое отображение. И действительно оно позволяет более комфортно читать с экрана, не боясь повредить глаза тем же ультрафиолетовым излучением. Ну и есть здесь установки шрифтов и так далее. Также здесь присутствует фирменная фишечка NXT A-Vision. Я так подозреваю, что пришла сюда она с телевизоров. А компания TCL больше известна именно своими телеками. Очень неплохими, надо сказать. У них очень неплохие ЖК-панели. И вот здесь есть улучшение изображения и улучшение отображения видео. Преобразование исходного видеосигнала из SDR в HDR. Это действительно неплохо. Можно задать цветовой режим и температуру. Яркий, естественный, ну или расширенные настройки. Можно включить sRGB режим, либо насыщенный. Ну, мы оставим все как было. Как мне кажется, так экран смотрится наиболее приятным образом. Звук. Давайте послушаем звук. Здесь у нас один динамик. Давайте послушаем громкость. Выберем какую-нибудь мелодию поинтересней. Довольно интересные здесь рингтончики предустановлены. И вы знаете, я помню этот звук именно с телефончиков Alcatel. Именно в Alcatel были вот такие вот плюс-минус такого плана рингтона. Ну, не мудрено. Компания TCL сейчас является правообладателем бренда Alcatel. Поэтому я думаю, что очень многие фишечки как раз-таки используются в телефонах TCL также. Звук, надо сказать, что очень качественный. Но по громкости запаса никакого нет. Хотелось бы, конечно, более громкого, более такого серьезного звука. Можно системную навигацию переключить. Здесь можно включить жесты. Жест навигации. И вот таким вот образом пользоваться. Ну и клавиша включения. Здесь можно быстрый запуск камеры сделать. И завершение вызова клавишей включения. Меню клавиши включения. Виджеты и так далее. То есть можно еще и настроить клавишу включения под какие-то определенные действия. Это тоже неплохо. Расширенные функции. Несколько пользователей. Боковая панель. Это вот эта вот панелька. Она настраивается. Ну, кому нравится, смогут использовать. Мне такие финтифлюшки, как правило, не нравятся. Я их отключаю. Ударенная блокировка. Игровой режим. Управление одной рукой. И видеозахват экрана. Ну, в общем-то, тоже довольно стандартные здесь фишки и настройки. В общем, смотрится все довольно неплохо. Но единственное, конечно, здесь экран стандартный. Никаких 90 Гц у нас нет. Всего лишь 60. Хотя сам по себе экранчик неплохой. По модулю камеры. Как уже сказал, основная у нас на 16 Мп. Плюс присутствует дополнительный ширик и макромодуль и портретник. По видеорежиму интересно, в каком формате возможно снимать. 1080p, к сожалению, 30 кадров в секунду. Ну и нету здесь информации об электронной стабилизации. Будем уже пробовать потом в дальнейшем. Также есть в режиме еще панорама, супер макро, замедление, гиперлапс. Авторежим. Ну, это стандартный режим. Портретник. Автоанализ цвета. Ну и профессиональный режим. Здесь можно настроить все под себя, если вам так хочется. Ну и сделал несколько фоточек. Пробежался по квартире. И, собственно говоря, давайте посмотрим. И надо сказать, что, вы знаете, на экране смотрится вот эта вот фотография очень классно. И по детализации все хорошо. И цветопередача мне здесь действительно очень нравится. Пусть и стандартный 16 Мп модуль, но действительно, учитывая искусственное освещение, картиночка-то смотрится очень и очень хорошо. Ну и вот этот вот кактус здесь, если приблизить, можно разглядеть мельчайшие детали. Вы знаете, а модуль-то неплох. Несмотря на то, что здесь нет маркетинговых 48 или 64 Мп, не говоря уж о 108, но он, черт возьми, неплох. Вот здесь, единственное, не удалось баланс белого соблюсти камере. Завалило в синий цвет все. Не знаю, почему так произошло. Практически в таких же условиях снималось, что и предыдущие фотографии. Но вот по балансу белого здесь, к сожалению, что-то пошло не так. Ну и вот эту кошку всегда в коридоре снимают, так как там темно. И мне интересно посмотреть, как модуль отрабатывает именно в условиях недостаточного освещения. И здесь, вы знаете, все отлично. Вопросов именно к этому кадру у меня никаких нет. В общем, что сказать. По модулю камеры здесь, на самом деле, немножко удивляет меня этот модуль. Я, по крайней мере, не ожидал, что сходу с полужару получатся такие неплохие фотографии. В общем, в основном обзоре будем, конечно же, пробовать все досконально. Погоняем в хвост и в гриву, и я смогу вам уже рассказать более подробно об этом телефончике. Ну и кто, может быть, спросит, всегда спрашивают. Да, здесь есть NFC, он здесь присутствует, поэтому вы сможете оплатить все ваши покупки с помощью этого телефончика. Уведомлений здесь светодиода нету на экране, тоже многие спрашивают. Ну и, собственно говоря, каких-то других нюансов рассказать, наверное, не могу. В общем, вполне себе все стандартно. Ну что ж, друзья, будем заканчивать распаковку, надеюсь, вам понравилось. Обязательно поставьте лайк этому видео, ну и подпишитесь на канал, если еще не подписаны, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а я буду с вами прощаться, с вами был Айс, всем пока!